МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, как дела? Сегодня я расскажу о новых тенденциях, о новых правилах, которые на днях выходят по рабочим визам для студентов, которые отучились в Великобритании. На данный момент, конечно, уже в связи с Брекситом или в связи с чем-то другим открываются рабочие двугодичные визы для выпускников университетов, но, к сожалению, в этот период именно я уже не попадаю, то есть продлить свою учебную визу на рабочую двугодичную я уже не могу, так как мое обучение закончилось уже в июне, и я могла только в течение четырех месяцев найти работу. То есть то, ради чего я продолжала учиться и продлевала свои студенческие визы, открылась только после того, когда моя студенческая виза истекла, и я уже не имею возможности получить такую двугодичную рабочую визу без ограничений по каким-либо критериям по зарплате или по навыкам и опыту. 30 тысяч в год я должна была зарабатывать, чтобы мне дали рабочую визу. Где найти такую работу выпускнику, который ни разу не работал в Англии, а опыт в любой другой стране вообще не засчитывается, а должность на такую работу достаточно высокая, это менеджер среднего звена. То есть на менеджера среднего звена вас никто не возьмет на 30 тысяч, ну, в очень исключительных, скорее всего, по связям случаях. В общем, открыли, откроют с 1 октября рабочие визы двугодичные для тех выпускников, которые только окончили британский вуз. Но мне вот так вот повезло, что в 2011 году я приехала в Великобританию, в 2012 Тереза Мэй запретила все рабочие визы, кроме вот этих вот ограничений, там помимо 30 тысяч фунтов в год, еще надо быть лучше всех европейцев, лучше всех англичан в своих знаниях и опыте, чтобы получить эту визу. Эта вакансия должна висеть месяц, на нее, ну, в общем, надо было доказать, что ты лучший кандидат на эту работу. На это шли только те компании, которые были заинтересованы именно в этом работнике, допустим, IT-компании или медицинские, хотя медицины не очень. Ну, в общем, какие-то определенные вакансии, инженеры, в которые я не вхожу со своим культурным образованием и даже, наверное, с бизнес-администрейшем, MBA-дипломом тоже. В общем, я не стала париться, как жизнь складывается, так и складывается, думаю, это мое не последнее проживание в Великобритании, просто на данный момент. Ну, так получилось, что нету возможности, откроются новые рабочие визы и для меня, я думаю, может годика через два, может через год, сейчас как пойдет с Брекситом, неизвестно, что будет дальше. Если европейцы начнут уезжать, то, возможно, нужны будут другие рабочие силы, в которых будет заинтересована Великобритания и рабочая виза откроется для многих, хотя бы для тех, кто действительно отучился в Великобритании и неважно, два года прошло с того момента или полгода. Думаю, что визы... В общем, посмотрим, что будет дальше в ситуации с Великобританией, на данный момент вообще ничего не понятно. Поехала я учиться в Лондон не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы жить там. Лондон – это город моего сердца. Пока я была туристом в Лондоне, я всегда любила ездить туда. Я много очень читала об англичанах, о жизни в Англии, о традициях, о культуре. И мне очень была близка вся эта деятельность, вся культура английского народа. Но скажу о том, что в самой Англии, то есть дальше Лондона, я нигде не хотела бы жить, потому что много путешествовала по Великобритании. И мне нигде не нравилось, кроме как в Лондоне. Для меня мегаполис – это всё. Для меня это деятельность, для меня это активность. А жить в каком-нибудь маленьком городочке – это для меня сравнительно... Ну, как бы всё равно, что жить в деревне. Не скажу, что в Петербурге, где я на данный момент обитаю, очень много активной деятельности. Но всё равно есть куда выйти, что посмотреть, когда совсем делать нечего. Но тут, конечно, очень много всего платного. А в Лондоне, во-первых, раз в 10 больше всего, чем можно заняться. Помимо этого, очень много мероприятий, которые можно посетить абсолютно бесплатно. Так получилось, что получила бакалавр, а потом ещё и магистратуру окончила. Только ради того, чтобы жить в Лондоне. К сожалению, на данный момент мне пришлось уехать. 8 лет, положенных на обучение в Великобритании, я отучилась. То есть продлить студенческую визу мне больше никаким методом не удастся. Единственное, что я могу получить PhD, то есть докторскую защищать какую-либо. Но учиться мне вот так вот уже надоело. Докторская стоит 25 тысяч фунтов в год или что-то типа того. Если, конечно, найдётся такая докторская работа, которая даст мне визу и которую мне будут оплачивать, будет оплачивать сам университет, честно говоря, я ничего такого не ищу. Мне бы хотелось уже просто найти работу, получить рабочую визу и продолжать жить в Лондоне, работая кем бы то ни было. Ну, естественно, конечно, хотелось бы найти очень интересную работу для того, чтобы жизнь в Лондоне продолжала быть счастливой. То есть 8 лет, которые я прожила в Лондоне, были счастливыми годами в моей жизни. Я не говорю, что в России плохо, в России тоже хорошо. О различиях и плюсах и минусах жизни в России и в Англии я буду рассказывать в следующих роликах. Но для меня жить даже не в Англии, а жить только в Лондоне – это огромное счастье. Я расскажу в следующих роликах о положительных сторонах жизни в Великобритании и России и об отрицательных. По крайней мере, мое личное субъективное мнение. А там уже, смотрите сами, кого-то очень сильно тянет на родину, кому-то очень плохо жизнь в неволе. Ну, кто-то едет на заработки, кто-то едет для того, чтобы уйти от каких-то реалий своей российской жизни. Я ни от чего не уходила и не было мне плохо в России, но мне очень просто нравится Лондон. Я его обожаю. Я прошла его вдоль и поперек. Я знаю очень много о нем, потому что я этим интересуюсь, потому что это делает меня счастливой. И там я чувствую себя более здоровой, активной и готовой выйти из дома в любой момент, когда мне куда-то очень хочется попасть. В России мне не очень хочется куда-то выходить. Может быть, потому что, ну, как бы, когда ты иммигрант, у тебя... Ну, в общем, я не знаю. Это я поразмышляю в следующих роликах. Посмотрим, что именно надо разобраться самой, что именно мне нравится тут в России, что мне нравится. Потому что у меня есть свой дом, есть центральное отопление, есть друзья, как с детства, не с детства, но которые очень крепко привязаны ко мне. А в Англии, допустим, нету своего дома и тебе так приходится снимать ради этого, пахать сутками. Ну, или, как я была няней, приживаться с другими людьми и уживаться. Потом, значит, друзья, то они есть, то их нету, непонятные какие-то друзья. То, во-первых, они разъезжаются по разным причинам в свои страны возвращаются или уезжают из города или еще что-то. В общем, не держатся друзья в Лондоне. Ну, и помимо этого отопление. Не буду рассказывать те, кто из Англии, знают, что зимой очень холодно в домах. Даже несмотря на... Конечно, если тратить огромные деньги, которых у меня не было никогда, можно отапливать и платить бешеные суммы за то, чтобы было дома тепло. Но так как я из небогатой семьи, так как я бедный студент, мне приходилось жить в домах, где отопления практически не было. Я очень сильно мерзла. Сейчас в своем доме в России я чувствую себя богатой леди из Англии. Ну, как-то так. Ну, ладно, об этом попозже. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok